Алексей, является ли гем-сертификат доказательством для неразбирающегося человека? Имею в виду, что при покупке с собой нужно брать весы и штангенциркуль. Сертификат может быть от другого похожего камня. Алексей, конечно, сертификаты тоже подделывают, тоже могут выдавать один сертификат за другой. Но здесь такой момент. Знаете, убеждаюсь еще раз, чем меньше мы знаем о камнях, тем больше зона для обмана нас на этих камнях. Это правда. Я бы рада сказать, что можно полностью не разбираться в камнях и довериться только сертификату. И все, к сожалению, нет. И желательно, если вы хотите какой-то драгоценный камень купить, составить определенное мнение о том, что бы вы хотели в этом камне видеть и на что вы бы обратили внимание в качестве опасности. То есть для вас это опасность купить имитацию, купить подделку, купить природный камень, который выдают за ваш, но он не является таковым. И стекло какое-то, пластик, это понятно. Я к чему? Я к тому, что и сертификаты тоже подделывают. Я в свое время, когда работала достаточно плотно с диагностикой бриллиантов, я лично видела варианты перебивки лазерной гравировки, которую ставит GIA на рундисти на бриллианты. Это являлось такой некой, не то чтобы гарантией, но это, по крайней мере, было следом от проверки в лаборатории GIA, о том, что они видели этот камень и не поставили его на рундисти, его номер, определенный код. И по этому коду в том числе можно было проверить на сайте всю информацию. Так вот, есть и перебивка, есть... Ну, это все все равно видно, потому что под микроскопом там другой шрифт, по-другому стоят цифры, буквы, да, это все заметно. Вот, ну, я просто к тому, что там, где драгоценные камни, чем дороже драгоценный камень, тем, соответственно, больше вариантов у недобросовестных продавцов, да, выдать одно за другое. Таким образом нагреть руки на этом. Поэтому здесь, наверное, прям вот полностью доверять только сертификату и все не стоит однозначно. Но это, безусловно, точка входа в сертификат. То есть, если нет сертификата на камень, то, ну, например, за границей камни вообще не покупают без сертификатов. То есть, это считается, ну, по умолчанию, да. То есть, вы пришли там куда-либо, да, там либо обратились к дилеру, если у камня нет сертификата, то это может быть тогда вообще все, что угодно, да. То есть, там даже просто не будут с вами на эту тему никто разговаривать. Если у вас есть камень без сертификата, вы хотите его продать, а почему мы должны вам доверять, да, почему этот камень является этим, да, а не чем-то другим, вот. И там то, что вы говорите, это одно, а документ это другое. Ну вот, ну... Ну вот, ну, опять же, необходимо в том числе какие-то моменты, основные ключевые моменты по камню однозначно знать, принимать во внимание, чтобы в совокупности, да, это была такая единая сила, да, тех моментов, на что вы обращаете внимание. То есть, это и сертификат, и внешний вид камня, да, там просмотр с боковых сторон, может быть, это дуплет, триплет и так далее. Вот, то есть, сборный, да, вариант, когда берется подложка, когда берется тонкая пластинка какого-то камня, и сверху закрывается каким-то стеклянным куполом, либо чем-то еще. Вот, таким образом, самого камня там тонкая пластинка, а выдается как такой сэндвич, да, то есть, по факту, не является тем, за что просят такие деньги, и так далее, да, то есть, вплоть до того, что могут выдать один регион за другой, да, это в случае, если мы говорим о камнях, у которых один регион добычи принципиально стоит других денег, а внешне похожий камень, но с более недорогого региона добычи, соответственно, стоит меньших денег. Так вот, такая история тоже возможна. То есть, нюансов их настолько много, что если у вас будет хотя бы понимание, что вы обращаете внимание на сертификат, у вас есть минимальные знания по камню, да, то вам это будет хотя бы достаточно, чтобы составить свое какое-то предварительное мнение, да. Ну и плюс еще проверить сертификат всегда можно, позвонить прямо в лабораторию, задать вопрос про этот сертификат, про этот камень, да, то есть и так далее, потому что даже есть фишинговые сайты, которые являются сайтами-подделками, когда пытаются подделать сертификаты, создают такие похожие сайты, да, ну то есть используют очень много всевозможных вариантов, рассчитывая на вашу невнимательность, на отсутствие концентрации внимания, да, на какую-то быстроту, да, то есть обычно поторапливают, да, там ограниченное предложение, прямо сейчас или никогда и так далее. Ну это все уловки продавцов, это должно наводить на мысли, да, почему я не могу спокойно взять и разобраться там в течение там недели, двух-трех, и потом только принять решение, почему я должен прям бежать сейчас срочно, что-либо покупать, если я еще не готов, да, сделать этот выбор. Вот, то, что вы говорите, что завтра этого камня уже не будет, ну все продавцы так говорят, на самом деле это правда, вот, но по факту оказывается, что и через три месяца этот камень спокойно вас дождется, если вы проявите терпение, особенно если этот камень дорогой, изучите вопрос, да, уберете все свои сомнения, удостоверитесь, что сертификат верный, все в порядке, да, и камень тоже достойный, тогда да, тогда вопросов нет. Ну либо привлекать гемолога к самой сделке, тогда у вас будет гарантия подлинности камня, да, потому что тогда вы будете в этом смысле защищены. Ну, как юристов привлекают на сделку с недвижимостью, да, вот такого же плана можно привлекать юристов, гемологов для генсопровождения. Смотрите далее. Сегодня я подготовила подборку из прекрасных драгоценных камней марганитов. Дело в том, что в последнее время у меня подписчики и зрители канала Джемс Тонс просят показать марганиты и другие драгоценные камни более подробно. Поэтому сегодня как раз будем смотреть такую подборку.